Ребят, часто вы меня просите показать вам самую доступную квартиру рядышком, так сказать, со школой, да, с инфраструктурой на равнине, чтобы центральные коммуникации были, центральная канализация в том числе, потому что есть ряд объектов, которые не имеют подключения к централизованным коммуникациям, используют электрическое дорогостоящее отопление ввиду того, что отсутствует газ. Поэтому я стараюсь вам предлагать самые интересные предложения для того, чтобы сэкономить ваши деньги. И сегодня я хотел бы вам показать две акционные квартиры, помимо этого, познакомить вас еще раз с хорошим предложением дома клубного типа, недалеко от школы, в пешей доступности, рядышком вся инфраструктура для жизни, садик, школа, поликлиника, рынок. Заправочная станция, сетевые магазины и автобусы станок. Вообще, в общем, все для того, чтобы нормально и комфортно жить. Итак, ребят, сейчас я нахожусь в микрорайоне Веселом. Как обычно, это один из наших любимых районов, более доступный по цене, поэтому, конечно же, я не могу вам не показать. Вот этот клубный дом, я как-то уже его анонсировал, когда только открылись продажи. Но на сегодняшний момент здесь уже продано, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь квартир уже здесь продали, и две квартиры есть по акции. Смотрите, на первом этаже квартиры парочка есть по 110 за квадратный метр, и второй этаж весь 120, но на втором и на третьем этаже есть акция минус пять тысяч за квадратный метр. А также здесь есть квартира с террасы, поэтому все я вам покажу. Смотрите, придомовая территория, это не вся парковка, вот мы рядышком здесь на улице Тепличной, недалеко от улицы Мира, ориентир Мира-28. Рядом, вы видите, уже здесь построены пятиэтажный фонд, который имеет, так сказать, значение многоквартирных домов. То есть здесь не в какой-то глубинке, получается, у нас от цивилизации, а непосредственно рядом с жилым фондом основным, да. Сделали хороший забор с подсветкой, дополнительно еще будет здесь, конечно, возможно, озеленение. Вот, сейчас некоторые, я смотрю, уже здесь кондиционер ставят. Здесь, возможно, уже зашли на ремонт люди и хотел бы вам заднюю еще придомовую территорию показать, потому что, ну, похвастаться общей территорией все-таки стоит, если она не совсем крохотная, да. То есть если ее нету, этой территории, то я говорю, ребят, ну ее нету фактически, да, это вот подходит для отдыха. Но здесь есть и большие планировки, ребят, здесь можно не только маленькую какую-то крохотную студию взять, а 47 квадратов, например, то есть выбирать, конечно, вам. Дом очень симпатично смотрится, аккуратненько построен, вот, мне нравятся и перилы, и все, в принципе, очень даже неплохо. Сейчас зайдем вовнутрь, видите, вокруг контура, получается, дома выложили брусчатка, а основная, получается, бетонка у нас. Так, заходим мы в подъезд. Здесь, наверное, будет немножко шумновато, но потому что здесь уже выполняют ремонты. Вот, вы видите, уже вовсю делают ремонт. И ту квартиру, которую я вам хотел показать, более доступную, она стоит 2 миллиона 800 тысяч. Это вот эта квартира. Сейчас многие скажут, что это за квартира. Это студия, конечно же. Мало того, это еще и жилое помещение, потому что дом трехэтажный, немногоквартирный, как многие могут подумать. 25,5 квадратов, 2 800, по 110 за квадратный метр. В принципе, если вас не смущает первый этаж, если у вас совсем маленький бюджет, за 2 800 в этой локации предложение крайне ограничено. Это надо куда-то подальше, вглубь мира уезжать. Поэтому предложение очень интересное. Что касается квартир с террасой. Вот на примере, допустим, вот этой квартиры. Я ее постоянно показываю своим клиентам тоже, в том числе. 4 миллиона данная квартира стоит 33,5 квадратных метра. И это полноценная, вроде как, однокомнатная квартира. Но у нас из маленьких планировок все равно делают люди максимальную жилую площадь. Поэтому, выделив здесь спальную комнату небольшую, здесь у нас зона прихожей, здесь выделить санузел. И можно все-таки на кухне поставить диван. Это означает, что из нее можно сделать полуторку. То есть, сделать кухню-гостиную. При этом, кстати, здесь есть газ. Как вы видите, газовый котел еще будет установлен. Доплата за который составляет 150 тысяч рублей. Сейчас вот здесь, в данном случае, стоит машина. Это временный характер, потому что вот эти квартиры, они имеют террасы. Вот, грубо говоря, по границе вашей ширины квартиры, на которой можно поставить качели, ну, не знаю, стол, стульчики. И посидеть вечером в зоне комфорта, отдыхать на свежем воздухе. Очень мне нравится по качеству дом. То есть, керамзитоблочное заполнение, а не какой-нибудь шлакоблок. Не путайте, ребята, это не шлакоблок. Шлакоблок это гадость, которую здесь не используют. И то, что нет ригельной системы. Это здорово. Ну, для ремонта это, как бы, намного легче. Удобнее и дешевле. Коммуникации сейчас уже подключаются. То есть, сейчас уже можно зайти на ремонт. Газ, газовый котел, это, соответственно, у вас экономия на коммунальных платежах. И горячее водоснабжение тоже через котел. Двери все в едином стиле. Менять их не нужно будет. Они достойного уровня. Кстати, такие же двери на уюте стоят. Вот прям похожие. Мне, в принципе, они очень нравятся. На втором этаже такой же планировки, из кого смущает именно первый этаж, есть квартира по акции. 4200 ее цена, 36,6 квадратных метров. С учетом вот такого балкона. Балкон нормальный, но расстояние до соседнего дома, конечно, оставляет желать лучшего. Но в любом случае, здесь в окна вам никто смотреть не будет. И если вы хотите 5000 с квадратного метра сэкономить, то есть для вас это если принципиально, либо у вас просто нет бюджета переплачивать, то, пожалуйста, можно и эту. Но есть еще ряд предложений. Это акционного типа. 115 за квадрат. Остальные здесь 120 за квадратный метр. Поднялись мы на третий этаж. И вот это неплохая квартира. Угловая, которая планируется очень легко в полуторку. Планировка такая прям вот стандартная, интересная для угловых квартир. 4 миллиона 600 тысяч рублей. 38,3 квадрата. Причем точно такая же квартира по 120 тысяч за квадрат стоит и на втором этаже. То есть хотите второй этаж, если вам не нужен третий. Но на третьем этаже цены подороже. Поэтому здесь сделали вот такую вот скидку. Очень даже неплохой. Потому что разница, конечно, существенная. 10 тысяч за квадратный метр. Это половина, наверное, вашего ремонта. Хороший балкон. Это вот для тех, кто интересуется, так сказать, уже солнечной стороной. Соответственно, здесь уже, смотрите. Если магазинчики, вон магнит через дорогу. В той стороне еще есть ряд сетевых магазинов. До моря здесь 2,5 километра. До школы здесь метров 500, наверное. До садика, до школы. Пешая доступность до моря есть. Остановка автобусного маршрута. Здесь прямо выходите на улицу Мира. И что еще? Что еще? Еще здесь у нас рядом строится жилой комплект фрукты. А там цена 150 тысяч за квадрат маленьких планировок. Поэтому вот такое вам предложение, так сказать, вот такой вам ориентир, да? По которым ценам строят именно уже не жилые помещения, а многоквартирные дома. Прописка здесь есть, поэтому не надо за это переживать. Если у вас есть желание, допустим, где-то в другой стороне, поближе, там, не знаю, ближе к улице Урожайной, есть у меня несколько там предложений тоже интересных от 110 тысяч за квадрат. Но это если вы обратитесь ко мне в личку, я вам всю информацию скину. Еще раз, сданный дом, документы сразу в Росреестре оформления. Есть возможность даже взять квартиру, выбрать в ипотеку. Поэтому поторопитесь. Если кого-то заинтересовало предложение, то связывайтесь со мной по телефону. Желаю вам хорошего дня. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok